Природа щедро наградила эту девушку красотой, умом и талантом. А началось все в 1983 году. Именно тогда под алматинскими небесами на свет появилась малютка, рожденная стать звездой. Сегодня X-Files рассказывает о Линде Нигматулиной. Я не собираюсь разговаривать в таком тоне. Линда родилась в семье актеров Талгата и Венеры Нигматулиной. Своё необычное имя девушка получила благодаря увлечениям родителей. Венера в то время зачитывалась мемуарами жены Пола Маккартни Линды, а Талгат увлекался восточными единоборствами. Изучал технику знаменитого Брюса Ли, жену которого также звали Линдой. Кинодебют «Звездной дочери» состоялся в возрасте 4 лет. Тогда малышка исполнила роль в картине «Зять из провинции». Хотя сама актриса не раз в шутку заявляла, что самую первую роль сыграла эмбрионом. Речь идёт о фильме «Волчья яма», когда Венера Нигматулина была беременна Линдой. Нет, ну скрывать нам естественно нечего. Ну вы понимаете, там три уровня пароля. А вы их снимите. Желательно при мне. Спасибо, что только пароли. В подростковом возрасте она была настоящей хулиганкой. Частенько прогуливала школу, дралась с одноклассницами, а однажды сожгла классный журнал. Несмотря на репутацию отчаянной разбойницы, в детстве Линда занималась художественным плаванием и карате. Посещала музыкальную школу, по окончании которой поступила в Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова. Алан. Это не Алан, это Гринёв. Олег? Олег, погоди. Это Алан приказал тебе убрать марка? Никто мне не приказывал. А откуда ты знаешь? Кто такой, Алан? Ну, быстро! Посредник. Сейчас же снимайся и уезжай оттуда. Муртин, с которым ты спала под камеру, уже труп. Меня подставили, следующая будешь ты. Я знаю. Первой взрослой работой Линды на экране стала роль Даны, подруги Маришки в сериале «Перекрёсток». На данный момент фильмография Линды Нигматулиной насчитывает более 20 кинолент. В прошлом году актриса выступила в качестве продюсера мелодрамы «Город мечты». Кроме того, в 2010 году в паре с Русланом Гончаровым приняла участь в популярном телешоу «Лёд и пламя». Сегодня девушка живёт и работает в Москве, приезжая на родину для участия в разнообразных проектах. Начиная от съёмок в кино, заканчивая мастер-классами по фигурному катанию и проведение фестиваля «Звёзды Шакена». Редактор субтитров А.Сёмкин